Далее Парка. Далее Витивур. Этим утром я вышел из душа, взял эти духи и побрызгал себе на грудь. Парни, количество волос на моей груди в течение часа удвоилось. Чего? Давайте начнем с два в одном. Хэрри Тейдж от Гуэрлайн и Зина от Дэвидов. Некоторые скажут, что это близнецы, которых разделили при рождении. Я скажу да, но вот этот, более элегантный и чуть дороже, этот будет более разнообразным и его проще найти. Так какой же подойдет для вас, парни? Они очень похожи. Аромат состоит из бергамота, это цитрус и лаванда в верхних нотах. Затем добавим немного перца. В этом я ощущаю чуть больше перца. И базовая часть состоит из роскошной ванили с древесными нотками. Мне лично оба нравятся, и они оба являются классическими представителями мужских духов. Если предыдущие духи для вас слишком сложные, и вам хочется чего-то попроще, то вам понравятся вот эти. Это ветивер от Гуэрлайн. Он очень простой. Это зеленые духи, которые просто хочется носить, чувствовать себя прикольно. И если вам хочется классические духи с простым ароматом, чтобы когда вы их нанесли, то люди сказали, «Вау, он пахнет здорово!» Хорошо, вам пришлась по вкусу идея о зеленых духах, но вы хотите что-то более сложное, чем простой ветивер? Тогда, парни, попробуйте зеленый поло. Что мне в нем нравится, когда он раскрывается, ощущается, будто попадаешь в сосновый лес. А затем начинает появляться зелень, и мы продолжаем наслаждаться ароматом. Это ароматические духи, а это означает, что в них присутствуют специи. Гвоздика и разные другие. После чего мы подходим к основе, и вот где по-настоящему все становится на свои места. Это табак и кожа. Единственное, что это очень обыденные духи. Ну, по крайней мере, они такими были. Далее идут Пакарабаны Пур Ом ЕДТ. Это классические барберские духи, которые существуют с 1973 года. Они такие, что да, если вам хочется испытать на себе, что такое пойти к барберу в 79 году, то это ваш выбор. Они выглядят зелеными, поэтому вы можете решить, что в вас сейчас окутается сновый аромат, но все не так. Эти духи ароматические. В них присутствуют шалфей и розмарин. А в основании у него находится дубовый мох, и в целом это более прозрачный аромат. Да, немного мыльный, и это парикмахерский аромат, но такой должен быть у каждого мужчины. Далее у нас идет классика 81 года «Кворум». Его описывают как Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Чак Норрис. Все в одном флаконе. Ну, я бы не стал прям так далеко заходить, но если вам нравятся духи от Пакарабана, тогда вам понравятся эти. Они более живые, в них присутствуют древесные и ароматические ноты, дерево слышно, когда они просыхают. А наверху присутствуют цитрусы и бергамот, поэтому они кажутся свежими в начале, а когда мы спускаемся к базовым нотам, то это уже кожа и дерево. Поэтому это классические духи и относительно недорогие. Поэтому рекомендую вам попробовать эти духи, если вы в поисках сильного мужского аромата. Итак, господа, вы снова получаете два в одном, Усаваш и Усаваш Экстрим. 66-й и 84-й. То, как я буду рассказывать об этих духах следующим образом. Эти духи были переделаны, а вот эти, они ближе к тому, каким был оригинал. Они чуть более темные, наверное, они лучше подойдут для вечера. Их можно носить весной или осенью. А вот эти, они более весенние и летние. У них вверху цитрусовые ноты, и это отталкивает многих парней, которые привыкли к современным духам и не привыкли к тому, какими духи были раньше. А когда мы добираемся до базовых нот, то там нас ждут уже древесные оттенки. Звучит просто, но на самом деле это очень сложные духи. А Ленделон в 2009 году был лицом этих духов. Это классика. Если вы решитесь надеть такие духи, то когда аромат дойдет до нижних нот, к самому сердцу, то эти духи действительно будут вас выделять среди всех остальных парней. Эти духи будут немного сильнее. Они будут ближе к тому, какими эти были в оригинале. Многим эти духи кажутся более кремовыми, так что если вам нравятся эти, то вам понравятся и эти. А если вам нравятся эти, то я не скажу, что вам понравятся и эти так же. Далее идут Етаган, турецкая шашка. Это сложные духи. В зависимости от того, когда вы их носили, вы будете ощущать различные ароматы. Но в целом очень древесные духи. С сосной в верхних нотах, затем идет мускус. Это очень живые духи. Если вам нравятся современные духи, если вы еще ничего не совершили в жизни, и вам еще нет 30, то, наверное, эти духи вам не подойдут. У вас должны быть яйца, чтобы их надеть. У этих духов есть история, и это классика. Просто надо попрактиковаться, чтобы их носить. Не стоит просто пойти и купить их вслепую, и думать, что вы сможете использовать их сегодня вечером. Вам потребуется научиться ими пользоваться. Эй, вы! Если вам нравится это видео, то жмите лайк, если вам не нравится, то жмите дизлайк. Когда вы взаимодействуете с видео, то это помогает мне понимать, стоит ли продолжать делать видео на эту тему. Далее идет Пур Ом де Корон. Эти духи уже на рынке почти сотню лет. Тридцать четвертый год, господа. Ваш прадед носил такие духи. Почему? Потому что они простые, элегантные, и они отлично справляются с работой. Три оттенка. Лаванда, ваниль и мускус. Звучит просто? Но это из тех духов, которые простые, но при этом и очень комплексные. Почему? Потому что вы можете их накладывать слоями. Пару пшиков утром, затем еще немного после обеда, и вечером можно нанести еще раз, и вы поймете, что пахнете по-разному. Именно поэтому многие говорят об этих духах. Лично я считаю, что они прижились, потому что это очень классная комбинация. Далее у нас идет легенда, и это Эрмис. Они на полках с 66-го года, и все потому, что они работают. Что поистине интересно насчет этих духов, они сначала звучат очень чисто и древесно, а затем все усложняются. Проявляются корица и древесные оттенки, и потом мы достигаем кожи в базовых нотах. Рэперы читают о них. А вы знаете, когда духи мелькают в песнях, это хорошо. Эти духи легенда, и они достойны попасть в вашу коллекцию. Если вы никогда их не пробовали, то когда вы их услышите, скажете, «О мой бог!» Так что да, эти духи стоит добавить в коллекцию. Итак, перед тем, как мы перейдем к топу моего списка, я хочу отдать должное Тому Форду. Этот человек делает, пожалуй, самые лучшие мужские духи, которые я когда-либо пробовал. У меня тут есть Том Форд Нойер Экстрим и Атрацит. Оба, они просто восхитительны. Атрацит – очень уникальный аромат. Если вы не пробовали, то стоит взять себе пробник. Еще есть Омбре Лезер и Аут Вуд. Если вам нравится Аут, то эти классные. И, пожалуй, мои любимые духи, если говорить о Томми Форде, табак и ваниль. На третьем месте моего списка находятся Эгоисты от Шанель. Вышли в 90-м году. Они не произвели большого всплеска и сегодня все отдают предпочтение Блю де Шанель. Да, это крутые духи, все их могут надеть. А вот эти практически никто не использует. И мне это нравится. У них очень древесный аромат, очень классические мужские духи. Мне нравится, что в них есть немного ванили, а также и оттенки розы. Самое прикольное в них то, что они раскрываются не так, как вы этого ожидаете. Пока вы их носите, они становятся лучше со временем. Это те духи, когда вы услышали их аромат, то вы ловите себя на мысли, «Вау, что это за аромат?» Так что это духи, на которые требуется время. На втором месте у нас Ив Сант-Лоран Коурус. Эти духи – это настоящее животное в бутылке. Мускус, мед, кожа в идеальном сочетании. На подходящем парне они будут просто привлекать к себе внимание девушек, ну или они будут отталкивать. И вот в чем фишка этих духов. Надо понимать, что они полярные. Кому-то нравятся, кому-то нет. Поэтому вам надо попробовать и посмотреть, как они будут взаимодействовать с вашим телом, вашей химией. Интересно, что многие люди говорят, что ранние версии были гораздо сильнее. Я ничего не могу сказать на этот счет, но могу сказать, что вот эта новая версия, которая у меня в руках, она довольно-таки сильная. Вам стоит его попробовать. Но не делайте этого в дьюти-фри, когда вы должны сесть в самолет. Думаю, не все люди обрадуются сильному запаху. Хочу сказать, что очень много других духов я просто не внес в список. Если вам кажется, что в этом списке не хватает каких-то ароматов, то пишите в комментариях. Итак, на первом месте, и я уверен, что многие из вас просто возненавидят их. Но, вообще-то, у меня два аромата. И это Фаренгейт, и это Захаров Сигнача. И я расскажу, почему я поставил оба этих аромата на первое место. Причем это разные причины. Первым пойдет Фаренгейт, если вы никогда его не слышали, то это настоящий бензин. Это взрывчатка. Это точно плохой парень в бутылке. Если вы выбираете эти духи, то вам нет прощения. Вас либо любят, либо ненавидят. Поэтому просто в сторону вы собираетесь хорошо провести время. Это очень громкий аромат, они крутые, мне очень нравятся, и я в них прямо сейчас. И вот эти духи, они не кричащие, но они отличные. И, на мой взгляд, очень мужские, особенно для меня. В них есть Фимиам и Мирт. Они очень красиво сделаны, в них используются качественные ингредиенты. Но что они мне напоминают, поход в церковь. Я вырос при католической церкви. Я помню, что парни, которыми я восхищался, рыцари Колумба. Когда я видел этих парней, и что они делали для нашего сообщества, тогда рядом со мной не было отца, поэтому для меня это мужественность. И они мне напоминают об этом времени. И, ребята, вот что я хочу сказать сейчас. Найдите те духи, которые подходят вам. Найдите что-то, что заставит вас чувствовать себя хорошо и помогут понять, каково это быть мужчиной. Эти духи отлично описывают это. Какое видео смотреть далее, как насчет того, как правильно носить духи? Узнаете из этого видео.